Каждая десятая пачка вне закона Омска заполонили контрафактные сигареты. За год их объем увеличился в пять раз. И это на фоне, казалось бы, позитивной статистики. Сначала Минздрав отчитался о значительном снижении числа курильщиков. А затем и производители заявили, отгрузки продукции сократились. Дмитрий Кукан осознавал, откуда все-таки везут нелегальный табак. Бойкая торговля в нарушении всех правил идет прямо на крупных остановках в спальных микрорайонах. Например, на улице Кирова. Цены удивляют своей демократичностью. На треть меньше. Некоторые марки вдвое дешевле. Вопросы происхождения продукции и ценообразования продавцы стараются не вникать. Это у работодателей спрашиваете. У нас тут спрашивали. А вы не знаете? У нас заняли. Договоры запрещили. Та же картина и у кинотеатра «Космос». И здесь, не видя направленного на себя объектива камеры, торговцы более разговорчивы. А почем восьмерка у вас? 90, да? Да, есть и компакт, и вот такой кент. Нет, вот такой. А что так дешево? Потому что он не российский, точно. Не российский? То есть он не вкусный, что ли? Наоборот вкусный. Наоборот вкусный. На пачке действительно практически ни слова на русском. Товар из соседнего Казахстана. Впрочем, контрабанда идет не только оттуда, говорят в организации «Ревизор». Во время рейдов общественного контроля энтузиасты находят точки нелегальной торговли практически на всех городских рынках. Сигареты премио-класса, любые сигареты, вы тоже там их возьмете без проблем. Это может быть и белорусские сигареты, и киргизские могут быть. То есть вариантов много, вариантов тьма их все знают. В Управлении внутренних дел России по Омской области сообщают, что в прошлом году из незаконного оборота изъято более 280 тысяч пачек сигарет. И говорят, что чем больше будет заявлений от граждан, тем выше будут показатели. На постоянной основе проводится мониторинг поступающих в органы внутренних дел жалоб и заявлений граждан, связанных с нарушениями в сфере оборота табачной продукции. Дмитрий Куканус, Евгений Русенко. Новости здесь, Омск.